Сегодня йога настолько прочно вошла в нашу жизнь, что трудно найти человека, у которого не было бы представления хотя бы малейшего о том, что же это такое. В этой программе остановимся на занятиях для будущих мам и покажем упражнения для детей. У нас в гостях преподаватели йоги Елена Антилогова и Оксана Ковальская вместе со своей ученицей Варей. Здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии. Специалисты говорят о том, что занятия физической культуры очень важны для детей, причем приступать к ним нужно начинать с самого раннего возраста. А если это будет йога? Йогой не только можно, но и нужно заниматься как раз таки с самого раннего возраста. Но я думаю, все зависит, конечно, от ребенка. И даже в три года можно заниматься йогой. Но мы, как правило, берем с четырех лет. Дети более осознанно в этом возрасте. Хотя тренировка идет в игровой форме, им это интересно, весело. А какие основные преимущества? То есть почему йога, а не другие, например, виды спорта? Ну, во-первых, йога улучшает осанку, работает с органами дыхания. У нас очень много упражнений на дыхание. Укрепляет мышечный корсет, вестибулярный аппарат, гимнастика для глаз у нас есть, улучшает зрение, остроту зрения. Ну, мы видим на примере Варе ровная осаночка. Да. Ну и самое важное, пожалуй, это, конечно, укрепление иммунитета, потому что детки часто болеют. И это способствует, конечно, их укреплению. Это тот самый случай, в котором мы хотели бы увидеть, как это происходит. Вы могли бы нам продемонстрировать фрагмент занятий? У нас все имеется для этого сегодня. Елена, это вот что за часть у нас в тренировке? Так все начинается. Это приветствие. И сейчас разминка. Разминка — это неотъемлемая часть каждого занятия. Хочется присоединиться тоже к упражнениям. Акцент мы делаем на проработку всех наиболее крупных суставов. За счет этого увеличивается количество синавиальной жидкости в полости сустава, и сустав становится более подвижным. Это делает практику более эффективной и безопасной. Это все еще разминка. Привычное для нас упражнение. Ну, все это мы покажем, конечно, в укороченной немножечко форме. А это все можно дома самим повторить? Можем. Тем, кто нас сейчас видит. В принципе, можно, но это укороченный. Надо понимать, что это укороченный вариант. И все-таки, что касается выполнения упражнений, это должно происходить под пристальным вниманием тренера. Да, вот мы сейчас видим, да, если что-то не так, тренер подскажет. Я напоминаю, нашим телезрителям мы работаем в прямом эфире 54-62-72. Можно звонить, задавать вопросы по теме. Во второй части еще поговорим о йоге для будущих мам. Вот это, наверное, сложное упражнение. Не сразу получится его выполнить. Да, это поза треугольника. Благотворно воздействует на почки. Собака мордой вниз укрепляет и тонизирует органы пищеварения. Форма одежды играет роль для занятий йогой? Ну, одежда должна быть удобная, не сковывающая движение. Так, чтобы практикующему было комфортно. Одна из любимых поз, поза журавля. У Варя она очень здорово получается. Поза открытого угла. А для чего она нужна, за что она включается? Улучшает кровообращение органов малого таза. Растягивает хорошо связки тазобедренного сустава. На самом деле, независимо от уровня глубины выполнения асаны, насколько получается, ее терапевтический эффект от этого не теряется. У кого-то получается глубоко наклониться, так как у Варя. У кого-то не получается так сильно, но от этого асана не теряет своих свойств. Скручивание всегда акцент нужно делать на вытяжении позвоночника. И вот Варя сейчас тянется макушкой вверх. А как часто нужно такие упражнения детям? Сколько раз в неделю? Ну, для того, чтобы эффект был устойчивый, следует заниматься три раза в неделю. Ну, для начала можно два, но не меньше. Часто детки сочетают занятия йогой с другими видами физической активности. Кто-то ходит в бассейн, кто-то посещает какие-то занятия по акробатике или боевым искусствам, и еще пару раз в неделю приходит на йогу. Это очень гармонично сочетается. Сейчас дыхательная практика, как правило, выполняется в завершении занятия. А дети уже такие подвижные, активные. Насколько сложно им сконцентрироваться? Либо это всеобщее занятие, и дети смотрят друг на друга и сосредотачиваются все-таки? Сложно им сконцентрироваться, но у Оксаны получается удержать их внимание. У меня лично никак не выходит с ними работать. Спасибо вам большое за то, что нам продемонстрировали фрагмент занятия. Мы знаем, что у вас тренировки, поэтому мы вас отпускаем и желаем вам успехов. Всего доброго. Ну, а мы переходим с вами к плавно, ко второй теме программы. Далее поговорим о йоге для будущих мам. Вот какие цели и задачи ставят перед собой занятие йогой во время беременности? Ну, одна из задач – это вытяжение позвоночника. Дело в том, что во время беременности женщина прибавляет в весе, набирает порядка 10 килограмм, это в среднем, и от этого опорно-двигательный аппарат. И позвоночник претерпевает большую нагрузку, нежели обычно. Поэтому большое внимание нужно уделять на занятиях вытяжению позвоночника, укреплению мышечного корсета, поскольку йога, поскольку роды, кроме всего прочего, являются большой физической нагрузкой. И женщина просто должна достойно выдержать эту нагрузку. Дыхательные практики – это, пожалуй, один из самых важных моментов в занятиях йоги для беременных, поскольку мы изучаем те техники дыхания, которые рекомендованы во время периода схваток, тренируем органы дыхательной системы для того, чтобы женщина могла как можно дольше держать задержку дыхания в потужном периоде. Это очень важно. Ну и ментальная ее подготовка, умение управлять своими эмоциями – это тоже неотъемлемая часть занятия, и это важно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, с кем мы говорим? Мы не слышим вас. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Очень приятно. Моя жена беременна 5 недель. Поздравляем вас. Скажите, можно уже и заниматься у вас йогой для беременных? Спасибо за звонок. Сергей, вам и вашей супруге нужно еще немножечко подождать, подрасти еще чуть-чуть вашему малышу, поскольку в первом триместре в организме женщины происходит очень много изменений. Появляется новая эндокринная железа, желтое тело, появляется дополнительный круг кровообращения, и у вашей супруги может быть сейчас сонливость, немножечко слабое состояние, и нужно прислушаться к природе и поберечься первые 12 недель. Это первый триместр. И уже с наступлением второго триместра можно смело приступать к занятиям. А есть ли правила в занятиях йогой во время беременности? У нас есть видео, я попрошу режиссерскую группу нам его показать. Да, безусловно, правила есть. И это умение прислушиваться к себе и не доводить себя до крайнего перенапряжения. Поскольку девочки занимаются в группе на разных сроках, с разным уровнем физической подготовки, у кого-то совсем маленький животик, у кого-то уже очень большой. Вот мы видим сейчас это как раз. Важно не доводить себя до крайнего перенапряжения, и если нужно, то раньше выходить из асаны, можно сделать немножечко меньше. Я всегда предупреждаю их, чтобы они сообщали мне, если возникают какие-то неприятные, дискомфортные ощущения, мы сразу можем откорректировать это. И я им предлагаю другой вариант выполнения асаны, либо мы немножечко от нее отказываемся. А каких упражнений, возможно, стоит избегать? Значит, нужно избегать рычаговых скручиваний, вот таких, как Варя выполняла, упражнений на пресс, которые создают брюшное давление. Хотя в то же время упражнения, укрепляющие косые мышцы пресса, наоборот, выполнять нужно. Но они должны быть правильные, потому что именно косые мышцы пресса участвуют в процессе потуги. Самое главное найти специалистов, которые бы могли подсказать и помочь. А как чувствует себя будущая мама, которая ходит на занятия в течение беременности, и как они потом себя ведут во время родов? Ну, в течение беременности однозначно они чувствуют себя легко, комфортно, и никак их это состояние не обременяет. Они приходят на йогу и заряжаются положительной энергией, выходят очень светящиеся, счастливые, и роды тоже очень успешны. Остается буквально минута, но я у вас не могу не спросить, как началось ваше преподавание. Я знаю, что вы счастливая мама, у вас двое детей. Да, у меня мальчик и мальчик. И когда я была беременна вторым сыном, к этому моменту я уже занималась йогой, и я трансформировала, перестроила свою практику, адаптировала под данное состояние, пропустила эти занятия через себя. Потом были множественные сертификационные курсы, обучающие по йоге для беременных, и обучение в университете, и моей дипломной работой была тема «Физические нагрузки во время беременности». Что вы получаете сегодня от йоги? И правильный ли путь выбрали? Не планируете его поменять? Уверена, что выбрала правильный путь. Для меня это важно. Мне важно делиться с людьми и делать их жизнь лучше. Спасибо, что пришли. Оставайтесь с нами. Благодарю. Передим много интересного.